Во время прямого эфира с главой Ленинского района Сергеем Кошманом к нам на студию поступает большое количество звонков от жителей района с просьбами решить их насущные вопросы. Наиболее волнующей темой является благоустройство придомовых территорий. Наша съемочная группа проехала по нескольким адресам и убедилась, некоторые дворы города Видное находятся в ненадлежащем состоянии. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Первым адресом нашей остановки стал проспект Ленинского комсомола 37. Жители этого дома жалуются на вырутую яму, которая с начала лета находится в открытом состоянии. То, что мы увидели, ужаснуло. На территории детской площадки находится яма с торчащими трубами, загороженная лишь хлипенькой железной сеткой. Грязь от земли уже успела разнестись по округе, а впереди сезон дождей. И во что превратится это место к концу месяца, страшно представить. Дети гуляют под ямой, лазейка, туда мечи закатываются. Они пытаются их достать. Но на детской площадке вообще такого не должно быть. Как оказалось, яма была вырота компанией «Сити 21 век» по причине прокладки коммуникации к одному из строящихся микрорайонов. И закрыть ее обещают до наступления холодов. Да и детскую площадку ожидают изменения. К концу сентября в рамках муниципального контракта планируется установка нового детского городка размером 10 на 15. Детская площадка, она неухоженная. Там собираются такие бомжи, те, которые не работают, мусорят, ссорят. Дети приходят в этой грязи, возятся. В общем, беспорядок. Следующее место, которое мы посетили – ПЛК-7, корпус 1. Жильцы подъезда жалуются на обвалившийся козырек. На него был сброшен тяжелый мусор, после чего штукатурка обрушилась и началось гниение деревянных перегородок. Сейчас в данный момент рабочий занимается подготовкой земли, ремонтировать кровлю. В ближайшие дни освободятся и бросим на этот козырек. В течение 10 дней работники ЖКХ обещают починить козырек. Но если причина его обрушения действительно связана с выбросом мусора из окон, то сколько бы его не приводили в порядок, пока люди не перестанут заниматься вандализмом, ничего не изменится. Юлия Погосян и Адамия Антальбуслаева, ВИДНТВ.